МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Праздник весны и труда, как Самара отметила 1 мая. Мотопробег и песни на разных языках мира. В Самарской области стартовал международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю». Его открыл на площади Куйбышева губернатор Дмитрий Азаров. 30 тысяч самарцев вышли на уборку города в минувшие выходные. Особое внимание уделили приведению в порядок территории аллеи трудовой славы. Хоровая музыка, обращенная к сердцу, в Самаре состоялся 6-й межрегиональный фестиваль «Пасха над Волгой». Почтить память и отдать дань уважения и признательности героическому поколению. В Самаре отметили праздник весны и труда. Он прошел сразу на нескольких площадках города. На площади Куйбышева чествовали лучшие трудовые династии. Аналия юных пионеров, губернатор Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина, депутаты, общественники, представители предприятий и организаций возложили цветы к мемориальному комплексу «Самара. Город трудовой доблести». Подробности в репортаже наших корреспондентов. 1 мая трудовые коллективы «Самары» собрались на площади Куйбышева, чтобы принять участие в празднике солидарности трудящихся. Собравшихся поздравил губернатор Дмитрий Азаров. Он отметил самоотверженность старшего поколения, ветеранов труда, создавших мощнейшую экономику в стране в период Великой Отечественной войны и в послевоенное время. И сегодня жителям города есть с кого брать пример. Я уверен, что все преодолеет. Все санкции, экономические агрессии в отношении нашей страны разобьются от талант, трудолюбия, работоспособность и солидарность нашего общества. Ведь 1 мая – это день солидарности. Выступление губернатора завершилось чествованием трудовых династий нашего города. На площади присутствовала и глава «Самары» Елена Лапушкина. Для гостей праздника организовали концерт. Праздник весны и труда прошел также на аллее трудовой славы. Губернатор Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина, депутаты, общественники коллектива оборонных и промышленных предприятий «Самары» возложили цветы к стелле «Город трудовой доблести». Напомним, стелла была установлена на проспекте юных пионеров. В декабре 2021 года «Самаре» президент присвоил звание «Город трудовой доблести». Сегодня, отмечая праздник весны и труда, мы воздаем дань уважения и благодарности нашим землякам, создавшим трудовую славу Самарской области. В годы Великой Отечественной войны труд наших земляков стал настоящим подвигом. Это наши родные, мамы и папы, бабушки и дедушки сделали наш город промышленным, космическим центром. Мы искренне восхищаемся их трудовыми подвигами. Мы крайне признательны им. И в это неспокойное сейчас время мы не имеем права их подвести. После торжественной церемонии жители и представители предприятий показали губернатору Дмитрию Азарову свой проект. По обновлению памятной стеллы доски почета работников самарских заводов на площади Кирова около реконструируемого ДК имени Литвинова. Губернатор поддержал инициативу самарцев. А тем временем на аллее юных пионеров организовали выставку ретро-машин и оружие. Волонтеры проводили экскурсии, а гости праздника делились своими воспоминаниями и впечатлениями о Первомае. Это прежде всего большой праздник. Праздник весны, праздник труда, праздник солидарности всех. И безусловно это прекрасные воспоминания, когда мы с коллективом выходили на праздничную площадь и демонстрировали свою солидарность, свою любовь к своему Отечеству. Конечно, здорово, очень здорово, пора, да. Здорово, здорово, прекрасно. Так красиво. А я так вообще, это с 35-го года рождения, мне 87 лет. Да, и вот я решила, для меня это праздник, у меня в голове все это повторяется, повторяется, все так красиво. Праздник весны и труда. У нас из Советского Союза все так и остались, все наши детские впечатления. Это флажки, транспаранты, демонстрация. Единство такое, и сейчас я так рада, что много молодежи, очень даже хорошо. Для всех гостей праздника работала полевая кухня. Угощали кашей, пирожками и душистым чаем. Андрей Бессонов, Галина Топилина, Константин Головин, Игорь Казановский. События. В Самарской области стартовал международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю». Проект был поддержан президентским фондом культурных инициатив и правительством региона. Организатором выступила автономная некоммерческая организация «Шотландский культурный центр» «Каледонский клуб». Официальное открытие фестиваля состоялось 1 мая. Подробности у наших корреспондентов. Самарская область на несколько дней стала центром антифашистского движения. Не только России, но и других стран. На международный фестиваль «Гитары в строю» приехали гости из Франции, Германии, Великобритании, Испании, Никарагуа. Между Россией и Никарагуа существует давняя дружба. И мы услышали этот призыв, чтобы поддержать русский народ. И поэтому мы приехали. Международный фестиваль «Гитары в строю» проводится в преддверии Дня Победы. Старт ему дали на самой большой площади Европы – площади Куйбышева. Отсюда стартовал мотопробег, в котором участвовали байкеры международного мотоклуба «Ночные волки». Участники проехали по центральным улицам города. Завершился пробег у обелиска «Слава» в поселке Курумыч. Все, кто приехал сюда, у них сердце принадлежит России вот сейчас, в такое сложное время. Потому что для каждого из них это тоже поступок. Мы знаем это по себе, знаем по своему мотоклубу, по своим отделениям, которые у нас находятся в Европе и везде. Поэтому мы уважаем поступки этих людей сегодня. Главная идея фестиваля – солидарность в борьбе с проявлением фашизма. Со сцены до самого вечера звучали патриотические музыкальные композиции на самых разных языках. На фестиваль приехал и гость из Шотландии Джимми Макрей. Артист вышел на сцену в национальном шотландском костюме и с волынкой в руках. Для меня это большая честь быть сегодня в эти дни в Самаре. Я очень благодарен и горд тем, что меня пригласили выступить именно на антифашистском фестивале в Самаре. В день открытия фестиваля на площади пришли сотни самарцев и гостей областного центра. Вот всегда мне бабушка даже рассказывала, мир, труд, май, мир, труд, май. Но сейчас вот ощущаю, у меня тут и мир, и труд, и май, и все, все вместе. Поприветствовать самарцев и гостей города пришли глава областного центра Елена Лапушкина и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Нет распространения нацизма на нашей земле. Нет распространения нацизма в мире. Вместе мы сила. Пока мы едины, мы непобедимы. А с нашим народом сегодня весь мир. Я это точно знаю. Международный фестиваль «Гитары в строю» прокатится по всей Самарской области. Завершится он 6 мая. Гости смогут не только послушать музыку. Важной частью проекта станут дискуссии, круглые столы и лектория. Светлана Тимофеева, Галина Топилина, Григорий Плешаков, Игорь Казановский. События. 21 лауреат, 4 номинации. В Самаре подвели итоги конкурса «Учитель года Самарской области». Имена лучших записала наша съемочная группа. Конкурс «Учитель года Самарской области» открывает новые имена. Он проходит в регионе уже в 33-й раз. На протяжении года педагоги из всех уголков региона готовят презентации своих уроков, участвуют в отборочных этапах, чтобы встретиться в финале на большой сцене. Важность их труда переоценить невозможно, и особенно дорого получить признание в год педагога и наставника. Наконец-то наше общество, наше государство осознало, насколько важен труд педагога, насколько важен учитель в жизни не просто каждой семьи, каждого человека и ребенка, а в жизни в целом всего нашего государства и общества. И мы очень рады тому, что вам уделяется внимание, ваш труд признан главным в нашей стране. Спасибо вам за это. По словам губернатора Дмитрия Азарова, это конкурс, в котором есть победитель, но нет проигравших. Ведь все навыки и знания, полученные во время конкурса, педагоги смогут применить на своих уроках, вдохнув новую жизнь в привычную подачу материала. Благодарю вас за этот замечательный субботный день. Конечно, учителя привыкли по субботам работать и в холод, и в зной, но сегодня вы отдыхаете на этом чудесном празднике. Это роскошь человеческого общения педагогов с вами теперь навсегда. Я вас с этим поздравляю. Лауреатом номинации «Духовно-нравственное просвещение» «Формула успеха» к вершинам педагогического мастерства гражданско-патриотическое воспитание стали 21 педагог. Им вручили дипломы и денежные премии. А победитель конкурса отправится в столицу, чтобы представить регион на всероссийском этапе. Андрей Бессонов, Виктория Шара, Николай Епифанов. События. В Самаре завершился месячник по благоустройству. В субботу на уборку города выходили более 30 тысяч горожан. Особое внимание накануне первомайских торжеств уделили приведению в порядок территории аллеи трудовой славы. На место выехала глава города Елена Лапушкина, чтобы внести свой вклад в субботник и оценить проделанную работу. Более 30 тысяч неравнодушных самарцев вышли в субботу на уборку города. В Самаре завершился месячник по благоустройству. Жители принимали активное участие во всех средниках и субботниках. В преддверии праздника весны и труда привели в порядок и территорию аллеи трудовой славы, где 1 мая прошли торжества. На уборку территории вышли сотрудники предприятия, организации, активные жители. Там собирали листов с газонов, красили лавочки. Анна Киселева рассказывает, городские власти делают все для того, чтобы Самара стала лучше и комфортнее. И важно им в этом помочь. Частота города – это дело каждого гражданина. Мы должны в первую очередь следить за собой, тогда город будет чистый, много делается, пространство благоустраивается. И важно внести свою лепту в чистоту города. Накануне праздничных торжеств глава Самары Елена Лапушкина проверила санитарные состояния территории аллеи и вместе с самарцами поучаствовала в субботнике. Сегодня исключительная погода. Жарко, солнечно, радостно. Очень много людей работает. И я думаю, по итогу месячника всем заметен результат. Город очистился. Сейчас наша задача максимально просто поддерживать то, что мы сделали в течение месяца. Глава Самары поставила задачу перед муниципальными организациями устранить все замечания, починить лавочки, произвести покраску малых архитектурных форм, привести в порядок стелу информационные пилоны. И выразила надежду, что самарцы, которые активно участвовали в уборке города, будут с не меньшим энтузиазмом поддерживать чистоту. Виктория Шарой, Николай Пифанов, События. Предварительные итоги месячника по благоустройству подвели на совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии под руководством первого заместителя главы города Владимира Василенко. Убрать собранный мусор после субботников нужно как можно скорее. Такую задачу поставил перед службами благоустройства первый вице-мэр. Вывести мусор нужно с уличной дорожной сети и из дворов, где трудились жители города. Особое внимание поручено уделить и расчистке контейнерных площадок, где жители нередко оставляют и строительный мусор. Специалисты напоминают, что это недопустимо. Вывоз строительных отходов производится по отдельному договору с рекоператором или иной специализированной компанией за дополнительную плату. При этом управляющие организации ТСЖ и ЖСК должны следить за порядком на контейнерных площадках, расположенных на земельном участке, включенным в состав общего имущества многоквартирного дома. Вместе с тем, в ходе совещания даны поручения, касающиеся и подготовки к 9 мая. Специалистам районных администраций и профильным службам необходимо поддерживать чистоту и порядок на всех знаковых объектах, где будут проходить праздничные торжества и памятные акции, посвященные Дню Победы. Кроме того, в преддверии длинных выходных Владимир Василенко отдельно отметил работу по профилактике возникновения лесных пожаров и поручил провести беседы с жителями садово-дачных массивов и частных секторов, чтобы напомнить им о запрете пала сухой травы и другого мусора. Особенно это касается территорий Куйбышевского, Красноглинского и Кировского районов. Нам нужно проехать по всем садово-дачным товариществам, проверить, где раздали всем памятки и предупредить еще раз по поводу сжигания мусора, пала, сухой травы и всех остальных. Вот я вображу эту работу организовать до 6-го числа. По всей стране продолжается голосование за благоустройство территорий по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Жилье и городская среда». 20 общественных пространств Самары участвуют в голосовании. В том числе сквер Пушкина и сквер Монастырского. Там прошли традиционные субботники. Подробности в репортаже Галины Топилиной. Администрация Ленинского района в рамках месячника по благоустройству вышла на уборку скверов имени Пушкина и Петра Монастырского. Они расположены через дорогу друг от друга и создают единое творческое пространство, где любят отдыхать и прогуливаться жители города. Эти скверы выходят на улицу Вилоновскую, которая соединяет площадь Куйбышева с Самарской набережной. Территории попали в один из популярных туристических маршрутов города. Поэтому важно придать этим пространствам ухоженный вид и облагородить всеми доступными способами, отмечает глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко. Сегодня мы здесь проводим уборку территории, покраску осуществляем, будем проводить обрезку сухих веток. В этом году сквер Пушкина и сквер Монастырского вошли в число 20 общественных пространств города, участвующих в голосовании за благоустройство в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». По результатам голосования определяются территории, которые будут благоустроены в следующем году. Это исторические места Самары. Хотим, чтобы его благоустроили, потому что здесь красивые места, красивые закаты. Люди любят гулять, наслаждаться видами. Голосование продлится до 31 мая на портале 63.городсреда.ру. Проголосовать может каждый. Галина Топилина, Николай Епифанов, События. О возможностях голосования за благоустройство территории рассказали старшеклассникам 57-й школы. Образовательное учреждение находится в микрорайоне Волгарь, где также располагается Ерик Парк. Сейчас он претендует на третий этап благоустройства. Подробности в нашем материале. Ерик Парк, который начинается прямо у входа в 57-ю школу, любимое место для прогулок учеников. Старшеклассники рассказывают, что регулярно встречаются здесь после уроков, занимаются спортом, в хорошую погоду читают. Ведь парк наполнен самыми разными зонами, проект которых определяли жители. А теперь ученики и сами могут принять участие в голосовании и выбрать, что еще благоустроить в городе. Как это сделать, им на открытом тематическом уроке рассказали кураторы и волонтеры проекта. Я думаю, это очень хорошая идея, потому что чем больше парк, тем больше туда людей может поместиться, и тем дольше может быть замечательная прогулка. Я думаю, это и правда очень хорошая идея. В 2019 году проект благоустройства Ерик Парка занял третье место в рейтинговом голосовании. И в 2020 году был выполнен первый этап обновления территории в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Обустроили набережную озера Старица Дубовый Ерик. В этом году, снова после большого количества голосов, в Ерик Парке приступят ко второму этапу обновления – созданию прогулочной зоны озера Дубовый Ерик от улицы Казачьей вдоль школы номер 57. Важно быть инициативными жителями, и важно о программе Ерик Парк рассказать не только своим друзьям, которые в принципе об этом уже все знают, но рассказать своим родителям, своим родственникам, которые, может быть, не проживают в микрорайоне, но часто приезжают сюда в гости. Всем очень нравится здесь, потому что очень спокойная, природная атмосфера, и вообще проект Ерик Парк – это такое удачное сочетание городской среды и природы. В онлайн-голосовании за новые объекты благоустройства участвуют третья очередь Ерик Парка и еще 19 пространств. Поддержать одну из инициатив можно на платформе 63.городсреда.ру. К выбору может присоединиться каждый житель старше 14 лет. Голосование за территории, которые будут благоустраивать в 2024 году, продлится до 31 мая. Андрей Горгулинко, Николай Сидоров. События. Военные полицейские Центрального военного округа совместно с военнослужащими Межвидового регионального учебного центра войск связи поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с предстоящим праздником Победы. Военнослужащие поблагодарили фронтовиков за мужество и героизм, вручили поздравительный адрес и памятный подарок. Затем во дворе домов, где проживают фронтовики, организовали мини-парад. Знаменная группа роты, почетного караула, военнослужащие в форме военных лет, под музыкальное сопровождение военного оркестра прошли торжественным маршем. Кроме того, военный оркестр исполнил попури из лирических и патриотических песен, а также знаменитые песни военных лет, в том числе День Победы и Смуглянку. Хоровая музыка, обращенная к сердцу, в Самаре прошел 6-й межрегиональный фестиваль Пасха над Волгой. По традиции его участниками стали профессиональные, однородные и смешанные хоры, в том числе фольклорные ансамбли, клиросные хоры, учебные хоры музыкальных и музыкально-педагогических училищ, колледжей и вузов. В этом году праздничный гала-концерт открыла обладательница самого высокого голоса в мире, Светлана Феодолова. Певица берет ноту до четвертой октавы. Это абсолютный рекорд, который зафиксирован в книге рекордов Гиннеса. Подробности расскажем в сюжете. Вокальное мастерство и обмен творческим опытом. В Самаре завершился 6-й межрегиональный фестиваль «Пасха над Волгой». В праздники приняли участие 18 коллективов и более 400 исполнителей. Специальным гостем гала-концерта стала Светлана Феодолова, обладательница самого высокого женского голоса в мире. Это отмечено в книге рекордов Гиннеса. Она близка мне по духу. У нас социуманам семеро детей. У нее восемь, поэтому многодетность она, видимо, притягивает друг друга. И любезно Светлана согласилась и приехала к нам в Самару впервые. Концертную программу певица открыла романцам Сергея Рахманинова «Здесь хорошо». В этом году фестиваль посвящен 150-летию со дня рождения композитора. Вы знаете, сегодня действительно такой день, наполненный благодатью. Это чувствуется в атмосфере, в воздухе, в людях. Самое главное, спасибо огромное фестивалю за то, что сегодня подарили всем такой замечательный праздник. Площадкой для проведения фестиваля стал концертный зал собора в честь Софии Премудрости Божией. Очень хорошо организовали. Экран слышно, видно. Получила огромное удовольствие. Спасибо большое. Тем более, что нас тут угостили и куличами, и водой. Христос воскрес. Светлана Кудрявцева, Ксения Баканова, Николай Сидоров. События. Национальные песни, танцы и частушки. В Самаре прошел международный фестиваль-конкурс татарской культуры «Мираз». Показать свои таланты приехали более 500 участников из России, ближнего и дальнего зарубежья. На праздники побывала и наша съемочная группа. Танцевальный коллектив «БРМ» приехал в Самару из Сабинского района Республики Татарстан. Секрет удачного выступления – это не только тщательная подготовка, рассказывает его руководитель Айселу Зарипова. Большую роль играет сценический костюм. Для артиста это не только про красоту. Каждый элемент в образе несет определенный смысл. Цвета выбраны не случайно. У нас зеленый цвет – это национальный татарский колорит. И, наверное, заметили цветочки, тюльпаны, волны – это все-все у нас татарские орнаменты, узоры обязательно. Герб у нас – елка зеленая. И мы еще представляем наш район. Международный конкурс татарской культуры «Мирас» проводится в Самаре с 2017 года. Он пришел на смену фестивалю «Поют татарские дети». Сейчас эти дети выросли уже, стали своими родителями, но все равно не перестают участвовать. Отказать мы им не можем. Мы их с удовольствием тоже всех приглашаем, слушаем, чтобы все было на благо нашего народа, нашей замечательной страны. В этом году фестиваль объединил более 500 участников, творческие коллективы, прибыли из разных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. Конкурс прошел при поддержке администрации Самары, а также Дома дружбы народов и Всемирного конгресса татар. Сергей Кизоркин, Ксения Баканова, Сергей Баскин. События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Администрация Самары информирует жителей и гостей города о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дорогах, на водных объектах, в лесу, в местах массового пребывания людей и дома. На территории города действует особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров, сжигание мусора, сухой растительности и отходов. В том числе на территориях организации, приусадебных, садовых и дачных участках, непосредственно примыкающих к лесным насаждениям, сообщает телеграм-канал администрации города Вести с Дворянской. Телеграм-канал Департамента транспорта Самары напоминает о том, как работает транспорт в майские праздники, а в День Победы рейсы на даче выполняться не будут. Запланированы перевозки к кладбищам. Все дачные автобусы, кроме маршрута номер 170, совершают рейсы в среду и пятницу. Автобус номер 170 во вторник и четверг. В субботу, воскресенье и праздничные выходные дни будут задействованы все автобусные маршруты. Бессмертный полк России предлагает разместить праздничные украшенные портреты своих ветеранов, а по желанию фотографии их наград или краткое описание совершенных подвигов на заднем правом боковом стекле автомобиля. Таким образом, 9 мая, в день праздника, все смогут увидеть героев семей владельцев машин. Главное – разместить портреты ветеранов так, чтобы они не мешали обзору водителя, пишет телеграм-канал администрации Октябрьского района Самары. В этом году традиционного шествия «Бессмертный полк» не будет, однако оно пройдет онлайн, зарегистрироваться в проекте можно до 7 мая. В России изменилась дата проведения Дня молодежи. Соответствующий указ подписал президент. Об этом информирует телеграм-канал железнодорожного района Самары. Теперь праздник будут отмечать ежегодно в последнюю субботу июня. В этом году День молодежи выпадает на 24 число первого летнего месяца. В Самарской области в День молодежи традиционно проходит много массовых мероприятий. В прошлом году основной площадкой стал стадион «Самара-арена», где жителей губернии ждал спортивный фестиваль с музыкальными батлами, мастер-классами и выступлением артистов. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте «Самара ГИС» в нашем телеграм-канале, на страничках в «Одноклассниках» и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Все вам доброго и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»!